Москва и Петербург, Воронеж и Киев, Владивосток и Брест давно уже перестали удивляться группам, в основном, молодежи, которые поражали всех своими явно восточными танцами и пением, ну, скажем так, не в совсем подобающем климате. Их считали чем-то вроде битников, хиппи или панков. И смеялись над ними, и издевались, и сажали в тюрьмы или психушки без всяких чувств и оснований, а просто так, чтобы не раздражали, чтобы не отвлекали от строительства светлого будущего. Да, все мы строим будущее. Будущее государства, будущее общества, будущую экономику. А то, что строить это будущее, ну, никак не могут люди со старой психологией, со старой моралью и старым отношением к миру. Вот этого мы почему-то упорно стараемся не замечать. Да не общество надо строить, а его членов, людей. Строить личность и индивидуальность человека совершенного. А совершенный человек не потерпит вокруг себя несовершенства ни в обществе, ни в политике, ни в экономике. В нашей передаче мы хотим рассказать только об одном варианте такого совершенного человека. Есть и другие. И, быть может, мы когда-нибудь расскажем о них. А сейчас только одна встреча с этими людьми. Следующая форма жизни зависит от нашего сознания в момент смерти. Если мы поступали всю жизнь подобно животным, мы родимся животными. Так что это просто очень ответственная форма, человеческая. Мы ее тратим, пока что. А надо... Много лет. Не только те последние 70, о которых так часто сейчас говорят. Много лет, десятков, сотен лет. Люди говорили о том, что хотят видеть рядом с собой. Наверное, могла бы назваться мечтой человечества. Пути, ведущие к ней, самые разные. Но вот когда здесь у нас, среди нас, на наших московских улицах, появились люди, которые отвечают всем этим требованиям. Всем требованиям мечты. Мы не узнали их. Их преследовали. А ведь это наша воплощенная мечта. Неузнанная мечта. Преданная нами мечта. Мы ее предали, потому что оттолкнули людей, воплощающих ее. И вот это предательство в их устах, в их понимании, звучит совсем иначе. Они называют себя преданными, но не так, как мы их предали. Они называют себя преданными Богу, их Богу, Богу Кришне. Они называют себя преданными идеей. Они называют себя преданными людям. Дело в том, что мы в своей жизни всегда кому-то служим. Или служим, к примеру, детям, или жене, или же служим государству, или служим обществу, какому-то начальнику и так далее. Даже, можно сказать, многие служат собаке, которые привязаны, или кошке. Это тоже своего рода служение, может, оно так звучит, немножко странно. А ведь изначально кому можно служить? Это тот, кто самый совершенный, самый лучший, самый красивый. Так самый лучший, самый красивый, самый совершенный, и сильный, и обладающий всеми достоинствами, это Кришна, это Верховная Личность Бога. Можно по-разному называть Кришна там, или Вишну, или другими именами, но это Верховная Личность Бога, это Бог, который единственный, и Он один. После смерти наша жизнь может быть различной. То есть, в зависимости от наших желаний и кармы, то есть, тех поступков, которые мы совершали в этой жизни, они могут быть благочестивыми или неблагочестивыми. Мы можем получить различные тела. В одной из 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни. Это может быть человек, животное, птица, рыба, растения. Даже минералы. В Бхагаладгите вы найдете стих, где Господь Кришна говорит о том, что, подобно тому, как в течение этой жизни мы меняем свое тело от детского тела к юношескому, затем к телу зрелого человека, и затем к телу старика, точно так же в момент смерти душа переходит в новое тело. И суть заключается в том, что наше тело и наш ум материальны, и они постоянно изменяются, тогда как мы сами, являясь духовными по своей природе, неизменны. В каждое живое существо есть неизменная духовная частица, вечная духовная частица. Цель йоги заключается в том, чтобы освободиться из этого бесконечного цикла рождений и смертей и достичь высшего совершенства жизни. Согласно различным учениям йоги, цели могут быть также различными. В ведах говорится, что цель человеческой жизни может быть дхарма, может быть артха, может быть кама или может быть мокша. Это, соответственно, религия, экономическое развитие, чувственное наслаждение и освобождение. Однако, согласно учению Шрича и Тани, учению бхакти йоги, которому мы следуем, высшей целью человеческой жизни является према-бхакти или преданное любовное служение Богу. Ибо изначально естественное положение души – это любовь и преданность Богу, и служение Ему с любовью и преданностью. Я познакомилась с преданными два года назад, прочитав книгу «Бхактий танцами по Пупаду, Багалат Киту». Вообще, я училась в художественном училище прикладного искусства в Москве. Как раз я его закончила в прошлом году. Во время моей учебы я была очень увлечена рисованием. В общем-то, в этом была по всем поглощена творчеством. Но, в общем-то, со временем я стала разочаровываться в жизни. И у меня уже пропал интерес такой к учебе. И как раз в это время я познакомилась с преданными. Ну, конечно, вот меня поразили книги Шрила Прабхупада. Я начала когда-то читать, я никогда не встречала таких книг. В общем-то, в книгах Шрила Прабхупада можно найти ответы на все вопросы. Я вообще никогда не видела таких книг, поэтому я была поражена, конечно. Вот. Ну, потом я пришла на программу, я увидела духовного учителя. В общем, я сразу пришла на лекцию, попала на лекцию духовного учителя. КОНЕЦ Движение сознания призмы, у него есть очень много, что оно может предложить всем людям общего. На самом деле, у нас есть решение для очень многих проблем, которые мучают людей с современным действием. Все эти проблемы на самом деле основаны на телесном самостоятельности людей, на том, что они думают, что они тела. Так как я думаю, что я это тело, мое тело, то у меня есть очень много проблем по отношению к другим телам. Но когда человек осознает, что он является вечной душой, то все эти проблемы, которые имеют отношение к временному телу, сразу же создают. На самом деле, все правительство должно воспользоваться и получить благо от этого движения сознания. И если все будут повторять Харикришна мантру, то эта страна превратится в место, где не будет никаких проблем и никакой. Харикришна, 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 Харикришна. Загадочная Индия. Колыбель культуры человечества. Древние храмы, построенные многие века тому назад. Древние традиции, в течение тысяч лет остававшиеся неизменными. Единственная в своем роде духовная культура, столь же возвышенная, сколь и жизнеутверждающая. Великий народ, в характере которого удивительным образом слились, отзывчивость и созерцательность, терпение и свободолюбие, смирение и достоинство, жизнелюбие и глубокое непритворное благочестие и уважение к святости. Во все времена, овеянная легендами земля Индии, своей загадочностью и неповторимостью притягивала к себе многих людей. Казалось, людям Индии известна тайна гармоничного бытия в этом мире. Загадка над разрешением которой бились величайшие умы человечества. Любое проявление этой древней культуры несет на себе отпечаток иного мира созерцания, иного отношения человека к миру и своему месту в нем. Такой, как она есть. С ее уникальностью и способностью к вечному обновлению. Всем, кто хоть немного знаком с историей культуры, ответ на этот вопрос ясен. Не увядающая мудрость вед. Священные писания древней Индии, веды, не имеют себе равных на земле. Огромные по объему, они содержат в себе информацию практически во всех отраслях человеческого знания. Но не это самое главное в ведах. Ядро вед составляет духовная наука, наука о Боге, о природе души и вечных взаимоотношениях души с Богом. Легендарная земля Вриндавана, раскинувшегося на берегах священной реки Ямуны. Здесь, пять тысяч лет назад, воплотился Кришна, верховная личность Бога. Любой, кто хоть раз вступил на эту землю, уже никогда не забудет ее своеобразной, ни на что не похожей красоты. Кришны. Самое святое место во всем мире. Город пяти тысяч храмов, куда стекаются паломники со всех концов страны. Считается, что с тех пор, как воды Ямуны, одного из ответвлений Гвикой Ганги, коснулись трансцендентного тела Кришны, одного омовения в них достаточно, чтобы смыть с человека все его грехи. И поэтому ни один из паломников, приходящих во Вриндаван, не упускает такой возможности. Кришна, 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 Кришна. Али, бой. Шри Кришна Чайтанья Махапрадху Родился в селении Майяпур 18 февраля 1486 года от рождения Христова во время лунного затмения. В это время сотни и тысячи благочестивых индузов заходят в священные воды Ганги и громко призывают святые имена Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Явление Господа Чайтанья предсказывалось в священных писаниях, в Ведах. Там говорилось, что в Кали-юге, в Железном веке, Господь воплотится на земле, чтобы обучать людей науке преданности Богу и будет воспевать святые имена Бога. Господь Чайтанья Махапрадху проповедовал учение Господа Шри Кришны, данное в Магават-Гите. Он оживил вневременное учение Гиты, тем самым объединил множество людей под флагом любви к Богу. Господь Чайтанья Махапрадху учил, что Бог один, но Он имеет множество имен – Христос, Аллах, Будда, Ягова. Но что Кришна и Рама – это святые имена Бога, и любой, кто воспевает святые имена Бога, освобождается от бремени совершенных грехов. Господь Чайтанья путешествовал по всей Индии, как странствующий монах. И своей беспредельной любовью к Кришне Он заразил сердцам миллионов людей экстазом преданности к Богу. Господь Бог Чайтанья предсказывал, что наступит время, когда во всех городах и селах будут воспеваться святые имена Бога. Он учил, что не надо просить у Бога хлеба или чего-то материального. Господь Сам по беспричинной милости Своей знает, что нам нужно, и дал нам все. Надо просто предаться Богу и воспевать Его святые имена. Господь Чайтанья учил, что люди страдают лишь из-за того, что игнорируют законы Бога и не следуют священным писаниям, таким как Багавад-гита. Субтитры создавал DimaTorzok Маха-мантра означает великая песнь освобождения. Освобождение ума. Маха значит великая, ман значит ум в переводе с санскрита, и тра, тра это означает освобождение. Имеется в виду освобождение от всех тревог, беспокойств, страданий, которые мы испытываем в этом мире с помощью воспевания святых имен Харе, Кришна и Рама. Харе — это обращение к духовной энергии Бога, Кришна и Рама — обращение к самому Богу. Кришна — это все привлекающие, Рама — это все радующие. Мы достигаем очищения своего сознания и понимания, что мы отличны от материального тела и от тонкого ума, что мы есть вечные неотъемлемые частицы Бога, души, исполненные знания и блаженством. Таким образом мы можем действительно обрести счастье, о котором все так мечтают в этом мире, но никто не может его достичь. Закончив школу, вообще я был в большом спорте, я занимался стрельбой, имею награды, участвовал в многих соревнованиях. Затем я служил в армии, служил в армии на границе в Розетбате, имея две правительственные награды. Устроившись на работу в КГБ, я думал, что там найду наконец-то нужное общение, и будут понимающие меня люди. Буквально случайно я нашел объявление, что продаются книги по философии йоги, я, в общем-то, познакомился с этими людьми, приехал к ним на квартиру, и что я познакомился с первыми средствами книгами, которые мне показали. Ну, меня вообще привлекла, когда я зашел в эту квартиру, меня привлекла сама атмосфера. Со знанием Кришна я познакомился два года назад. До этого, в 16 лет, я учился в театральном институте, год, потом был исключен. И затем некоторое время был хиппи, и вел довольно такой бессмысленный, беспорядочный образ жизни. В конце концов, я однажды увидел Багову Гиду. До этого я слышал о Кришне что-то, и меня всегда очень удивляло то, что говорили об этих людях. И мне предлагали до этого другие переводы Баговой Гиды, но я никогда не думал, что это мне нужно. Но когда я увидел Багову Гиду, как она есть, шил пропады, я неожиданно понял, что это то, что мне нужно. И когда я купил ее, прочитал ее, я понял, что мне нужно просто пойти и увидеть этих людей по-настоящему. Spirit soul leaves the body, а смерть случается тогда, когда душа уходит из тела. This spirit soul is the actual identity of the living entity. Душа, находящаяся в теле, есть истинный я живого существа. Sometimes somebody might say, I possess a spirit soul, but that's wrong. Субтитры создавал DimaTorzok Я подполковник, служил, вернее уже служил в вооруженных сил, в советской армии. И служба была тяжелая, конечно. Когда я встретился, опять же, с книгой, это была книга Шри Шапанишад, известная. И я не сказал бы, что я ее так, как детектив, прочитал, как говорят, запоем. Но я медленно и спокойно читал. Она как-то откладывалась у меня в сознании. И каждый постулат, каждое изречение, оно внесло в себе довольно глубокий смысл. И постепенно я понял, что эта система сознания Кришны, это совсем другой, немножко отличный от нас образ жизни. И этот образ жизни обеспечивает и здоровье, и сознание, и все остальное прочее. Сознание Кришны меня познакомил отец. Он начал читать Бхагавад-Гиту и так рассказывал, что он этим очень заинтересовался. Ну, и я вообще очень любознательный был. Мне было интересно просто от Бхагавад-Гита. Там очень много различных сведений содержится о душе, о жизни человека вообще, о том, что происходит после смерти. Ну, и вот он рассказывал мне о Боге, и я сначала как-то не верил ему, я говорил, что Бога нет. Ну, так, как учили в школе. А потом просто вот он рассказывал все больше и больше, и я как-то, ну, поверил ему. Ну, я понял, что на самом деле это не просто выдумки, и что это очень серьезная книга, вот Бхагавад-Гита. Кришна, всепривлекающий Верховный Господь, личность, которую почитают во все времена. Кришна — автор самого сокровенного знания, Бхагавад-Гиты. Пять тысяч лет назад Господь воплотился на этой планете, на священной земле Индии. Он воплотился для того, чтобы помочь благочестивым и уничтожить злодеев, а также чтобы восстановить религию. И потому он дал нам самое сокровенное знание — Бхагавад-Гиту. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я не схожу сам, о потомок Бхараты, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы. Я сам спускаюсь на землю из века в век. Так говорит Господь Кришна в своей Бхагавад-Гите. Я открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым ты избавишься от всех страданий. Великий мудрец Вьясадева записал Бхагавад-Гиту беседу между Господом Кришной и Его преданным Арджуной. Это знание сквозь века передавалось от учителя к ученику. И так оно дошло до наших дней. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем это трансцендентное знание. Это знание — зрелый плод всей мудрости. Это знание — царь всего знания, тайна-тайна. Это знание вечно и постижение его радостное. Бхагавад-Гита — книга, которая отвечает на самые сокровенные вопросы. Кто я? Зачем мы рождаемся и умираем? Что ожидает нас после смерти? Как избежать страданий? Пять тысяч лет назад произошла самая ужасная битва, в которой погибли сотни миллионов людей. Мир разделился на два лагеря — на праведников и демонов-нечестивцев. И перед началом этой битвы Господь Кришна поведал Бхагавад-Гиту не для одного Арджуны и даже не для людей Индии. Он рассказал ее для каждого из нас. Истины, которые он открыл в Бхагавад-Гите, должен знать каждый. О Партха! Как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечно, нерожденно и неизменно, убить кого-либо или заставить кого-либо убить? Говорит Господь Кришна в Бхагавад-Гите. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала и не возникнет. Она не уничтожается, когда погибает тело. Далее Кришна объясняет, что мы рождаемся и умираем на этой земле не один раз, потому что мы не есть это временное тело, а мы — вечная душа. Как человек надевает новые одежды, оставив старые, точно так же душа, то есть мы, получаем новое тело, оставив старое. Начиная с высших, райских планет, до самых низших, адских, все являются местами скорби, где присутствует смерть и рождение. Но тот, кто достиг моей обители, никогда не родится вновь в этом мире. Так говорит Господь Кришна в Бхагавад-Гите. Господь Кришна дает метод разрешения всех проблем, возникающих в жизни человека. Он дает все системы самопознания. Все системы йоги берут начало из Бхагавад-Гиты. Тот, кто идет по этому пути, ничего не теряет. Даже небольшое знание Бхагавад-Гиты может защитить человека от всех опасностей. И если ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты переправишься через океан всех бедствий. Его божественная милость Бхабтивиданта Свами Прабхупада. Америка никогда не забудет тот день, когда с борта грузового судна на ее землю сошел Шрила Прабхупада, чистый преданный Господа. Это случилось в сентябре 1965 года. Он нес в своем переполненном состраданием к людям Запада сердце сокровенное послание Господа Чайтаньи. Америка середины 60-х. Тысячи юношей и девушек, разочаровавшихся в жизненных ценностях своих отцов, уходили из своих домов и становились хиппи. Они искали счастья, но не найдя опоры в высших духовных ценностях, рассчитывали обрести его в наркотиках, в вине, в свободном сексе. Их бурный искренний протест начинал приобретать черты национальной трагедии. Казалось, никто не мог остановить процесс стремительной деградации, калечившей жизни тысяч молодых людей. Шрила Прабхупада был один. У него не было ни средств, ни друзей в Америке. Но в его сердце жила непоколебимая вера в очистительную силу святого имени. И потому он осмелился бросить вызов веку лжи и лицемерия, железному веку Кали. Следуя указаниям своего духовного учителя, Шрила Прабхупада в самом сердце Нью-Йорка объявил войну всем порокам этого мира. Шрила Прабхупада просто начал петь святые имена Господа. Кто мог подумать, что в скором времени тысячи молодых американцев, как по мановению волшебной палочки, будут петь святые имена вместе с ним, оставив наркотики, вино, сигареты, секс и мясоедение. Шрила Прабхупада смело объявил всему миру, что в обществе, где наркомания, пьянство, разврат и массовые убийства животных стали нормой, не может быть счастья. Шрила Прабхупада приехал на землю Америки не для того, чтобы просто критиковать и осуждать пороки западного общества. Он принес с собой метод, воспользовавшись которым люди могли избавиться не только от своих дурных привычек, но и от желания, заставляющего их грешить. Он учил, что просто повторяя святые имена Бога, мантру Хари Кришна, человек может очиститься от всех своих грехов и достичь высшего совершенства, любви к Богу. Шрила Прабхупада проповедовал учение Багавадгиты, где говорится, что все мы суть вечной души, а наши тела бренные оболочки, обреченные на смерть. Сегодня мы можем родиться в этой стране, завтра в другой. Сегодня мы можем быть русскими, а завтра немцами или евреями, китайцами или индийцами. Но душа вечно и не имеет отношения к этим переменам тела. И каждый может осознать свою вечную духовную природу, если очистить сознание повторением святых имен Бога. А осознав свою духовную природу, мы сможем вернуться в вечное духовное царство Бога, туда, откуда все мы родом. Шрила Прабхупада учил, что все мы имеем одну родину, и все мы дети одного отца, Верховного Господа, и потому у нас нет и не может быть никаких причин для разногласий и вражды. Исполненное сострадание ко всем людям этой планеты Шрила Прабхупада, несмотря на свой преклонный возраст, непрерывно путешествовал по всему миру, проповедуя учения Господа Кришны Бхагавадгиту. Всего за несколько лет он создал Центры Духовного Возрождения, храмы сознания Кришны практически во всех больших городах мира, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Лондоне, Париже, Сиднее, Токио. Шрила Прабхупада говорил, голод противоестественен. Бог устроил этот мир так, что если люди будут праведны и не будут нарушать законов Бога, то у всех будет вдоволь пищи. Поэтому он просил своих учеников организовать массовую раздачу бесплатной вегетарианской пищи всем голодным и нуждающимся во всех храмах сознания Кришны во всем мире. Совместное воспевание святых имен Бога не только метод очищения души. Само по себе оно исполнено радости и блаженства. Шрила Прабхупада заложил единственный в своем роде духовный город Майапур в Западной Бенгалии на месте рождения Господа Чайданьи. По его замыслу, это должен быть город, в котором каждый, приехавший туда, мог бы приобщиться к древнему знанию мудрости вет. Город, в котором преданные со всего мира могли бы общаться друг с другом, и постигать тайны духовной науки. Открывая храмы сознания Кришны во всех странах света, неустанно путешествуя и лично руководя тысячами своих учеников и последователей, Шрила Прабхупада никогда не забывал о главном деле своей жизни, переводе и комментировании священных ведических писаний. Слава Шрилы Прабхупады была в том, что он сам неукоснительно следовал тому, чему учил, и потому он всегда был поддержкой для всех своих учеников. Тысячи и тысячи людей навсегда останутся благодарны его божественной милости Бхаптивиданте, Свами Прабхупаде, истинному посланнику Господа, который проповедовал его послание всем искренним и страждущим душам этой планеты. Только история сможет когда-нибудь оценить то, что сделал Шрила Прабхупада. Однако венцом всей деятельности Шрилы Прабхупады является основанное им издательство Бхаптивиданта Буктраст. Миссия этого издательства переводить и издавать все книги, написанные Шрилой Прабхупадой на все языки мира. Благодаря самоотверженному труду всех, кто работает в этом издательстве, бессмертная мудрость Бхагавадгиты станет доступной каждому жителю нашей планеты. В процессе работы над переводом ведической литературы филологи оставили многие санскритские слова без перевода, поскольку он не отразил бы их полного значения. Но ведь и само слово, пусть даже на санскрите, не может передать всю глубину обозначаемого понятия. Словами не расскажешь ни об учении Кришны, ни о его преданных у нас в нашем культурно-историческом пространстве. Так сейчас называется то, что раньше было страной. Наша передача лишь тень той глубокой работы, которая ведет с обществом сознания Кришны в душе своих последователей, а ими в нас, в нашем обществе. И задача нашей передачи лишь продемонстрировать возможности служения, преданного служения одной идеи. Ведь что греха таить? Кришнаиты начинали у нас практически с нищенства. А сейчас сотни тысяч экземпляров, десятки названий, томов, книг, знания, которые оценены всем человечеством. Эти книги издаются ими в нашей стране в прекрасных обложках, на прекрасной бумаге, прекрасным, ясным шрифтом. И они приносятся ими каждому из нас, на каждую улицу, в каждый дом. Берите, познавайте мир. Кто-то скажет, но разве религия это познание мира? На этот вопрос веды уже ответили однажды, много тысяч лет назад. Они сказали, лишь невежды говорят об отличии преданного служения Господу от аналитического изучения материального мира. истинно мудрые говорят, что тот, кто действительно становится на один из этих путей, достигает результатов обоих. Стать на один из путей, следовать ему, добиваться результатов, достигать реальных изменений в сознании и в материальном мире. Разве это не лозунг сегодняшнего дня? Так что же, будем преданными одной цели или опять предадим? Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова